Строители обнаглели? На рынке дефицит кадров? Роботы захватят строительную отрасль? Рассмотрим с вами, что скрывается за громкими заголовками. С вами новости малоэтажки. Смотрим. 60% построенных домов в этом году были одноэтажными, а самым популярным материалом стало дерево. Да, я подтверждаю, в 2024 году в компании Goodwood впервые за всю ее 20-летнюю историю заказали одноэтажных домов больше, чем двухэтажных. Такое случилось впервые. Но с деревом я не согласен. Дело в том, что по нашим данным количество домов, которые строят из камня, было больше, чем деревянных домов. Не знаю, может быть это не отражает общую рыночную ситуацию, это конкретно в нашей компании, но тем не менее я вам докладываю факты. Возможно, это связано с тем, что именно в каменном домостроении у нас почти нет конкурентов, потому что у нас прям топ, да, и там мало кто способен конкурировать по качеству. А в деревянном домостроении есть несколько компаний, которые могут составить нам конкуренцию. Может быть с этим связано. Доступность жилья откатилась на уровень кризисного 2014 года. На самом деле, доступность жилья это ни о чем. Расскажу, как это считается. Берется средняя зарплата, сравнивается с ценой среднего квадратного метра. Ну, например, раньше в каком-то году средняя зарплата секретарши была полквадратных метра в некой квартире. Потом она стала 0,75, потом 0,8, а потом 0,20. Вот так вот сравнивается доступность жилья. Но на самом деле, эти цифры ни о чем, если не считать льготную ипотеку. Льготная ипотека под 6% при ставке 20% годовых, это просто, можно сказать, бесплатные деньги. И они резко увеличивают доступность жилья. А когда эта ипотека убирается, то доступность жилья резко сокращается. Поэтому в нашем случае доступность жилья зависит больше не от соотношения цены квадратного метра и зарплаты, а от наличия льготной ипотеки. Срок владения жильем для продажи без НДФЛ сократят до 3 лет. Да, вообще вот это НДФЛ, это какая-то бредятина. Давайте рассмотрим, почему вот этот закон мне не нравится и что я предлагаю сделать. Итак, суть такая. Если вы купили квартиру и потом продаете квартиру, то смотрят две вещи. Первое, разницу, сколько вы заработали типа на ней. А второе смотрят, прошел срок 5 лет или нет. И вот теперь хотят смотреть не 5 лет, а 3 года. Значит, чем мне не нравится этот закон? Первое, вот если ты купил квартиру за 8 миллионов рублей 5 лет назад, а теперь продаешь за 12, ты заработал или нет? Вот как вы думаете? Вот все говорят, ты не заработал. Это просто те 8, сейчас они стали 12. Только как бы ничего не поменялось. Да, и машины в два раза подорожали, все. Тем не менее, государство говорит, а вы заработали, плати НДФЛ. 13% с этой разницы. Это первое. Я считаю, это просто косяк. Потому что понятно, когда инфляция маленькая, там 1-2%, как там в каких-то странах, в некоторых, то вопросов нет. А когда у нас сейчас 10-15% инфляции, то вообще о чем вы говорите? Второй момент. Люди, зная, что этот налог кривой и несправедливый, начинают обманывать государство. Каким образом? Как вы думаете? Они берут, покупают квартиру, типа продают опять за 8, а эти 4 дополнительные наличными в ячейку кладут. Но многим из вас покажется, что это мошенничество какое-то. Это черный нал, там туда-сюда. Какое-то странное мошенничество, когда ты приходишь в Сбербанк, в Альфу, там, или во все эти банки, и говоришь, ребята, я хочу продать квартиру через ячейку. Наличные заложить туда. И вот, типа, когда право собственности перейдет, вы ячейку откроете уже тому человеку. То есть это абсолютно официальная схема ухода от этого НДФЛ. Вот, поэтому, ну, непонятно, да? Третье. Вот сейчас этот срок, допустим, сделают. Вот чем отличается человек, который владел квартирой 3 года, от того, который владел 2 года и 11 месяцев? Он не отличается ничем. Тем не менее, первый налоги не платит, второй платит. В общем, надо все это менять. Что я конкретно предлагаю? Первое. Сделать налог без всяких привязок к годам всегда кто-то платит. Только не конские 13%, а давайте сделаем 4%. 4% налог при продаже недвижимости. Эти 4% должны платиться всегда с суммы всей. Причем не с разницы, а со всей суммы. Неважно, это первичная, вторичная. Любая продажа недвижимости 4%. И сумму брать не от той, которая указана в договоре, от левой какой-то, а от кадастровой стоимости, которая всегда есть, официальная кадастровая стоимость. Она не всегда соответствует рыночной, она может быть ниже рыночной, может быть выше, неважно. Налог на недвижимость исчисляется с кадастровой стоимости. Вот именно с этой кадастровой стоимости нужно брать 4% при продаже недвижимости. Всех устроят, все будет прозрачно, налоговое поступление в бюджет увеличится, и не надо будет вот эту всякую фигню придумать с этими тремя годами, ячейками и вот всем этим остальным. За год цены на строительные материалы выросли на 11%. И что это за новость? Это новость ни о чем. Почему? Потому что за этот год уже прошел почти год. Извиняюсь за тавтологию. Во-вторых, скажите хоть одну позицию, которая не выросла на 11%. Вот вы знаете, друзья, хоть что-нибудь не выросло на 11%? Конечно же выросло все. Мне кажется, даже поездки в метро выросли. Сколько стоило, а сколько было, вот мне интересно. Напишите в комментариях, знаете ли вы хоть что-то, что не выросло на 10% в 2024 году? Очень интересно. Вот, на самом деле со строительными материалами все очень просто. Значит, в прошлом году, в 2023 году, был спекулятивный рост, ну как спекулятивный, то есть необоснованный рост в связи с жутким спросом. На 40%. В этом году этот инерционно продолжился рост, но уже замедлился, потому что пошли слухи о том, что ипотека сокращается. Начиная с июля, рост остановился полностью, а на некоторые позиции даже начал снижаться. Поэтому сейчас такой вот 11% это на уровне инфляции. А что будет в следующем году? Будем смотреть, потому что есть очень разное мнение. Кто-то думает, что сейчас будет кризис строительной отрасли, и цены начнут снижаться. Кто-то думает, что никакого кризиса не будет, потому что сейчас ставка по депозитам очень высокая, ну и ставка ЦБ очень высокая. Она, конечно же, будет чуть-чуть снижаться. Как только она будет снижаться, ставка по депозитам начнет снижаться. Как только это начнет снижаться, все побегут хватать деньги, выводить из банков. Банки скажут, извините, мы столько выдать сразу не можем. Это 100% будет, это вы можете прям не сомневаться. Вопрос, когда? Это как, знаете, с ГКО, там вот эти старые бумаги, как они там назывались, они объясняют. Все знали, что это пузырь, все знали, что это так не бывает, что это все лопнет, но думали, что им повезет. Чертый черт. Вот сейчас то же самое. Вот вы все бежите на депозитах, класть, да, и думаете, что вы снимете. Кто-то снимет, а кто-то не успеет снять. Мы не говорим о том, что эти деньги отнимут. Их не отнимут, их просто будут медленно выдавать. Да, скажут, вот выдадим, но в течение 100 лет вам. Вот 100 тысяч рублей в месяц. Вот, как только это начнется, все побегут в стройку, конечно же, и цены могут опять взлететь. А так как они долго не росли, то накапливается такой отложенный взрыв. Ну, посмотрим. Что вы вообще на эту тему думаете? Напишите в комментариях, вернут ли банки депозиты или все-таки зажмут и будут медленно их выдавать. И второй вопрос. Как вы думаете, что будет с ценами на стройку в следующем году? Они повысятся, останутся теми же или снизятся? Очень интересно ваше мнение, потому что я этого не знаю. Я только вот понимаю, что возможны различные сценарии. В Госдуме заявили, что застройщики обнаглели и взвинтили цены. Но Минстру считает, что у строителей нет сверхприбыли. Давайте разбираться. Я, конечно, не совсем застройщик, но мы в теме, поэтому я все-таки от имени застройщиков, обнаглевших, по мнению Госдумы, хочу, так сказать, заочно немного пополемизировать с депутатами. Давайте попробуем. Итак, знаете ли вы, что в цене квадратного метра примерно половина так называемая административная составляющая? Уважаемые депутаты, то есть это ваша тема условно, никак не застройщика. Что имеется в виду? Имеется в виду следующее, что застройщик, у которого нету знакомых депутатов и знакомых там всяких, он вынужден покупать площадку вместе с разрешением на строительство. В Москве такая площадка стоит от 150 тысяч рублей за квадратный метр. То есть просто за право что-то строить вот в этом месте я должен отдать 150 рублей за квадратный метр. Куда эти деньги идут? Почему это столько стоит? Не знаю. Но кто обнаглел, я не знаю. Кто потом построит и продаст за 300, но все-таки 150 там, представьте, это сколько же надо вложить денег, сколько всего построить, продать это все. Тоже непросто, да? И 150 всего лишь получить, минус затраты, ну 30 тысяч, наверное, заработаешь с метра. А вот чисто 150 просто отдать за право тут строить. А площадки продают, естественно, такие компании. Называется так Land Developer с административным ресурсом. Я со многими девелоперами общался. Они говорят, вот в московском девелопменте самое ценное это GR. То есть сама стройка это вообще ни о чем. То есть самый ценный актив у застройщиков это GR, то есть связи с правительством по получению вот этих вкусных площадок. Ну и так, я думаю, все это знаете. Так что насчет прибыли тут вопрос такой, да? Теперь давайте разбираться. А что вообще взвинтило цену? Что дало возможность продавать за 300 за квадратный метр и тем самым так дорого продавать эти площадки за 150? А все очень просто. Взвинтилась цена квадратного метра. А кто ее взвинтил? А ее взвинтила льготная ипотека. Идея с льготной ипотекой очень классная. И когда ставка была 9,5% банковская, ЦБ, ставка ЦБ была 9,5% льготная ипотека была 6. Вопросов вообще нет. То есть 9,5% ставка ЦБ 6% льготная ипотека все отлично все более-менее ровно шло. Наступает 2022 год всякие события и ЦБ поднимает ставку до 20%. Поднял он ее 28 февраля. Что нужно было сделать? Совершенно очевидно остановить льготную ипотеку и сказать, что ребята, все, стоп. Мы сушим экономику. Какие 6%? Ладно, льготная ипотека пусть будет 10 или 15. Вот у нас ставка 20, льготная ипотека 10. Что вы сделали? Вы оставили льготную ипотеку на том же уровне. Естественно, она пошла, пошла, пошла. Деньги дешевеют. Деньги 6% это считайте бесплатно даются. Что произошло с ценами? Цены пошли вверх. Искусственно. Это все вот рукотворно, понимаете, всеми, кто принимает решения. Как только прошло понимание, что экономика что-то плохо охлаждается из-за льготной ипотеки, хотя это и так очевидно, что вы кучу денег выливаете в стройку, вместо того, чтобы это признать и потихонечку, потихонечку снижать, что вы сделали? Рассказываю. В 2022 году было выдано ипотеке на 5 триллионов рублей. В 2023 году было выдано ипотеке на 7 триллионов рублей. И тут приходит решение, кстати, очень грамотное, я с ним согласен, что в 2024 году совсем отключать ипотеку не стоит, но давайте-ка в 2024 году выдадим столько же, сколько в 2022, то есть опять 5 триллионов рублей. Классное решение? Классное. Только когда вы его принимаете? В середине года. Когда уже на 5 выдано. Примите его в начале года и потихонечку все снизьте. Вы уже так, мы выдаем всего 5, а уже 5 выдано, поэтому стоять. И вот, как я называю, на поезд разогнался на максимальную скорость и вы нажимаете стоп-кара. Вот, естественно, последствия такие, мягко говоря, стресс. Конечно же, для сильных компаний это хорошо. Чем больше вы трясете рынок, тем более он консолидируется, сильные компании остаются, слабые умирают. То есть для сильных компаний, наверное, это хорошо, но все-таки давайте будем делать все постепенно, плавно. Да, вот, принимаем решение, думаем, как вот его правильно внедрить, без стоп-кранов, а просто потихонечку все снижаем. Вот, поэтому, хоть строители, вы говорите, обнаглели, но они обнаглели не потому, что они обнаглели, да, потому что вот принимаемые решения, да, правительством, там, я не знаю, думай, кто это все принимает, они не совсем точны, они немножечко рисковаты, так скажем. То есть они все правильные, но вот они вот как-то, скажем так, решения хорошие, а вот имплементация, вот это, кстати, очень часто страдает, вот Платон внедрали, я помню, Бабарс все заблокировали, ЕГАИ снижали, все заблокировалось, сейчас вот ипотеку внедряем, тоже все заблокировали. Нужно как бы уметь не только правильные решения принимать, а правильно их имплементировать, то есть как это все правильно внедрять, поэтапно, порегионально, по отраслям, по зонам, потихоньку, да, экспериментируя, беря обратную связь и потихонечку раскатывая дальше. Вот этого немножко не хватает. Я надеюсь, вы это научитесь. Дефицит кадров стройки оценивают в 200 тысяч человек, из-за этого зарплаты строителей могут значительно вырасти. Во-первых, они уже выросли в два раза, в 2023 и в первой половине 2024 года. Не волнуйтесь, мы предрекаем все-таки хоть какой-то кризис в строительной отрасли. Примерно от 30 до 50 процентов мы планируем, что будет снижение и, соответственно, проблем с людьми не будет. Скоро они появятся на свободном рынке и будет все отлично. Так что не беспокойтесь за кадры. Эксперты считают, что роботы будут выполнять треть строительных работ к 2035 году. Дорогие друзья, не волнуйтесь, роботы на площадках работать не будут, потому что это очень дорого и никому не надо. Зачем это нужно? Вроде как уменьшить долю человеческого труда. Все эти технологии давно уже есть. Более того, им десятки лет. Это первое панельное домостроение, причем это могут быть как бетонные панели, как сейчас в многоэтажках, пик там тот же строят, да? Так могут быть и панели в малоэтажных домах. Это вот каркасно-панельные дома. Безусловно, как только будет стоимость труда повышаться, будет более дорогой труд, доля панельных домов заводского изготовления будет увеличиваться. Конечно, будут набирать популярность также и модульные дома. Это когда целый модуль или часть комнаты собирается на производстве и уже дальше монтируется на площадке. Эти технологии позволяют сократить долю человеческого труда и увеличить долю, скажем так, инвестиций в промышленные линии по сборке этих домов. Но роботы — это абсолютно несерьезно. Этого можно в ближайшее время не ждать. Штрафы за неосвоение земли под ИЖС признали незаконными. Ну да, напоминаю. Идея какая, что вот ты купил участок и ты должен на нем строить. Естественно, кто-то на нем не строил, кто-то на кого-то подал в суд. И, в общем, типа, не строишь дом — заплати штраф. И вот высший суд, кто там, верховный или конституционный, не помню, признал, что этот штраф типа незаконный. Но они сказали, вообще-то в штрафе нет ничего плохого, но нет четких сроков и нет четких правил. И что вы штрафуете людей, когда вы не установили правила? Я с этим согласен. Установите четко правила, в течение какого времени надо построить дом, какой дом, что считать домом, если я построю просто мини-шалаш, допустим, на огромном участке. Я уже выполнил требования закона или нет? Когда это все будет четко прописано, то, конечно, штрафы, наверное, будут опять запущены на каком-то новом витке. Но в будущем, конечно, штрафов не избежать. И это, в принципе, логично. Мы даже требуем, что если люди раскупили участки в коттеджном поселке, чтобы все закончили строить дома для комфорта соседей. Вот, кстати, я тут подумал, наверное, похожая вещь, должна быть и отделка в квартире. Вот сейчас что получается? Сейчас куча домов продается без отделки, и люди начинают. Кто-то через год начинает делать, кто-то через два отделку, кто-то через три. Вот у меня тоже есть квартира. И там просто бетонная коробка. Уже год она у меня есть, и я там ничего не делаю. Лет через 10 начну там сверлить. И все время живешь в вечной стройке в этих домах. Конечно, было бы неплохо, чтобы установить некий временной диапазон, в который все должны сделать отделку. Иначе заплатишь штраф. Может быть, такой метод вполне был бы обоснован. Не знаю. Если введут такие штрафы на неосвоение земли, мы будем делать специальные будки собачьи, чтобы вас не оштрафовали. То есть вы платите нам 5000 рублей, мы вам привозим будку, вы ее регистрируете как временное строение, и все, у вас земля будет считаться освоенной. Будка с тамбуром, утепленная, со встроенным отоплением. В этом году прошел House Business Day 2024, мероприятие для топов и владельцев строительного бизнеса. Очень классно, очень душевно, очень много хороших отзывов, наверняка многие из вас были. Но у нас дилемма. Мы начали это делать с 2018 года, то есть уже 6 лет делаем. И в 2018 году мы были первые. То есть не было вообще никаких мероприятий оффлайновых, такого формата для ИЖС. Теперь таких мероприятий появилось много, есть всякие форумы, горизонтальные дома, форумы ИЖС, еще несколько мероприятий, и они уже, ну скажем так, приедаются, а мы хотим делать что-то уникальное. Поэтому, скорее всего, мы будем менять формат. То есть надо что-то сделать особое, что-то совсем по-другому, чем все. И у меня просьба к нашим зрителям. Пожалуйста, напишите в комментариях какие-то идеи, как лучше сделать мероприятие, как его трансформировать, чтобы дистанцироваться от других форумов. Чтобы вот такое интересное придумать, более душевное может быть. Может быть в каком-то другом месте, либо в каком-то многодневное, либо вот была идея сделать на корабле, или еще где-то, или совместить с туризмом. В общем, давайте что-то придумаем, что нам такое интересное сделать, чтобы уйти от форматов обычных форумов и сделать что-то уникальное. Пишите ваши идеи в комментариях, пожалуйста. Друзья, спасибо, что досмотрели до конца. Нажимайте лайки, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить такие классные новости, которые мы выпускаем. Те, кто не подписан до сих пор, подпишитесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...